Здравствуйте! С вами магазин и установочный центр FunCam. Обзорим интим-дельные системы на базе Android от компании Conbox для Ford X-Port. Модель H-Line с 9-дюймовым экраном. Встает в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Рамка достаточно тяжело, устанавливается с доработками. Здесь все равно есть совсем небольшие щели. В целом все выглядит достаточно аккуратно, но рекомендуем все-таки обращаться в специализированные установочные центры за установкой на этот автомобиль, потому что действительно достаточно тяжело ее установить. Рамка выполнена из черного фактурного пластика, достаточно хорошо сочетается с штатным пластиком. И вот эта вот часть выполнена просто из черного матового пластика. По проводке все подключается разъем в разъем, скоршины автомобиля адаптируется. Большинство вот этих вот кнопок работает, поддерживается, работает громкость, переключение треков. Вот этот вот блок также отвечает за переключение треков. То есть если влево-вправо это у нас идет переключение по избранным радиостанциям, а если вверх-вниз это более точная настройка по 0,5 МГц. Далее пройдемся по вот этим вот всех кнопкам. Работают быстрое перемещение по избранным радиостанциям. Также работает кнопка радио, быстро открывает радио. Работает кнопка саунд, которая открывает музыкальный плеер. И кнопка меню возвращает на домашний экран. Также еще вот по громкости при нажатии работает как клавиша mute, быстро выключает звук. И если удержать ее, то магнитола выключается. При повторном нажатии она обратно включается. Кнопки на руле также активны. Работает громкость, переключение треков. Кнопка mode, который переключает между всеми источниками. По внешним выходам бардачок вводится USB порт, куда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. И также еще вводится слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитола. К интернету вы сможете подключиться, либо установив сюда сим-карту, либо раздав его с мобильного устройства через режим модема. Данная мультимедийная система, конечно, гораздо более интересная, чем это было изначального автомобиля. Здесь изначально стоял такой монокромный узкий дисплей для просто отображения информации, какая сейчас радиостанция, ну и практически все. Здесь же теперь установлена полноценная современная мультимедийная система, работающая на базе Android. Работает все достаточно быстро, плавно. Пользоваться из расположения, конечно, не совсем удобно именно в сенсорном варианте, но в целом, если основные функции это можно управлять вот этими кнопками и кнопками на руле. В целом все достаточно удобно. Здесь доступен магазин приложений Play Market, откуда можно скачать любое приложение. Самые популярные здесь уже предустановлены, например, YouTube, интернет-радио, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск и множество других. Есть эквалайзер для настройки звука, возможность подключить телефон по Bluetooth, для прослушивания музыки или для громкой связи, подключение Android Auto либо CarPlay, как проводным, так и беспроводным путем и множество других полезных мультимедийных функций. Ну и в целом, конечно, основное для водителя, наверное, все-таки будет Яндекс.Музыка и Яндекс.Навигатор. И можно вот так открыть Яндекс.Навигатор, смотреть вполне удобно. Вот обзор с водительского места и уже музыкой управлять с руля. В целом, все пользовался достаточно удобно. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов, более подробно обо всем вы сможете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!